Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи. Андрей Малевич, обзор рынков Свистклод. И с нами сегодня наш коллега из Калининграда, алго-трейдер Андрей Малевич. Приветствуем вас. Приветствую, Игорь Николаевич, приветствую коллеги. А как вам сегодняшний день? Что интересного, на чем зарабатываем? Ну, движение на рынке есть. В общем-то, в моменте я вижу, что будет падение по индексу доллара. Ну, соответственно, пока, я думаю, надо, скажем так, затаиться до открытия Америки, дальше посмотрим. Ну, я думаю, надо, наверное, перейти ближе к графикам, уже посмотреть на графиках, на цифрах, там все люднее, быстрее. Да, конечно, друзья. Поэтому давайте посмотрим, где затаиться, как надолго затаиться, где травкой замаскироваться, где как, чтобы потом их и заработать. Видим хорошо, видео отключил. Так, ну давайте традиционно начнем с индекса доллара. Много раз я про него говорил. Данный инструмент у нас находится в долгосрочном падающем тренде. Видите его. Угол движения цены по данному инструменту направлен вниз. Внимание. На рынке, в общем-то, на данный момент присутствуют продавцы. И вот так вот, в общем-то, обозначена верхняя граница долгосрочного падающего тренда. Видите, что в моменте стоим на границе долгосрочного падающего тренда. И, скажем так, на довольно сильном уровне, скажем так, на довольно сильной зоне сопротивления на данный момент. Это примерно 91.10-91.20. Давайте развернем, посмотрим поближе, как все это выглядит вблизи. Вот так вот подошел. В общем-то, недавно я совсем говорил, что подойдем к этой границе. Подошли к этой границе. Видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть свечей в четырех часах подряд уже тестировали эту границу. Бьем ее снизу вверх. И также у нас впереди достаточно сильная зона сопротивления. 91.10-91.20. Совсем недавно она тоже выступала в качестве сопротивления. Совсем недавно от нее отбивался данный инструмент. Видите, вот здесь мы ее пробили. Подошли к ней, точнее, ударились. Отбились от нее. На высокой волатильности пробили. В моменте обновили лоу. Подошли, отрисовали ложный пробой. Забрали. Еще один ложный пробой. Здесь отбой. В общем-то, движение на отбой. Еще один отбой. Еще одно движение. Еще один отбой. Здесь чуть-чуть не дошли. Но, в общем-то, можно рассматривать как отбой. И вот здесь, в общем-то, подошли. И, думаю, тоже в моменте будем отбиваться. Ну, как минимум, к первому значению это 90.74. То есть, вот к этому консолидационному движению. Вот к этому консолидационному движению. То есть, вот сюда. Думаю, сегодня мы это значение увидим, а также здесь у нас, в общем-то, уже отрисовался такой краткосрочный растущий тренд и, можно сказать, среднесрочный растущий тренд. И, в общем-то, я думаю, будет со стороны продавцов движение в направлении продаж в моменте, то есть пойдут они, в общем-то, на ретест, сейчас подождите, пойдут они на ретест, ну, как минимум, вот этого консолидационного движения, это примерно 90-50, 90-55. И, я думаю, возможно, еще и пониже протянут данный инструмент, вот к этому, вот к этой, скажем так, зоне поддержки уже на данный момент, это 90-50, 90-40, 90-50. Отсюда, от этой зоны поддержки и от нижней границы среднесрочного растущего тренда будем искать позиции для открытия, будем искать моменты для открытия позиций в лонг. То есть, в общем-то, в моменте данный инструмент смотрится от шартов, отобьется, я думаю, от верхней границы долгосрочного падающего тренда, придем к зоне 90-50. И отсюда уже, конечно, я думаю, покупатели после консолидационных движений снова пойдут на пробой верхней границы долгосрочного падающего тренда и зоны скопления объемов, которые, в общем-то, сейчас выступают сопротивление, зоны 91.10, 91.00. Далее, непосредственно по евро-доллару, скажем так, данный инструмент у нас глобально находится в долгосрочном растущем тренде, вот он перед вами, мы его видим, в долгосрочном растущем тренде. На рынке, в общем-то, по-прежнему глобально преобладают покупатели, но я уже говорил, что, в общем-то, я по данному инструменту вижу перелом скопления горизонтальных тиковых объемов, скопления, зона скопления опционных объемов на срочном рынке. В принципе, как я считаю, очень важные уровни поддержки на данный момент, сейчас на которых стоим, это 1, 20, 58, 20, 80. Думаю, в моменте данный инструмент, если сегодня закрепится, в общем-то, в дне выше 20, 80, или увидим какой-то разворотный импульс, то, конечно же, надо будет отбиваться в направлении лонгов в район 21, 33, 21, 56. К слову сказать, что уже четвертый раз подошли к данному уровню поддержки, видели сложный-ложный пробой с обратным ретестом, движение на полную фигуру, отбой, движение на полную фигуру, ложный пробой, движение на полную фигуру. И вот сейчас вот мы сюда подошли, формируем сложный-ложный пробой, очень большая вероятность, что пойдем к отметкам 21, 33, 21, 56 на полную фигуру. Здесь уже будем смотреть, как будет вести себя данный инструмент. Локально данный инструмент находится в среднесрочно падающем тренде, но еще раз повторюсь, уже раз, два, три, четыре, четвертый раз подошли к этому уровню, четвертый раз замялись. Я, в общем-то, думаю, что движение может развернуться со стороны покупателей, если пробьют верхнюю границу среднесрочного падающего тренда, то движение может, в общем-то, развиться в район 21, 22, 13. А это уровень, а это зона скопления опционных объемов, очень сильная, скажем так, сильная зона, откуда продавцы однозначно будут встречать покупателей. В общем-то, здесь и переломы тенденции, глобальные переломы тенденции, здесь, конечно, будет бой. Вот, это в моменте по евро-доллару, то есть, в общем-то, я вижу от лонгов. Фунт. Фунт у нас на данный момент находится в глобально растущем тренде. В глобально растущем тренде. Вот он перед нами. Среднесрочном растущем тренде. Вот он перед нами. И в краткосрочном растущем тренде. Вот он тоже перед нами. Угол движения по данному инструменту направлен вверх. На рынке, конечно же, присутствуют покупатели. Ну, надо сказать, что, в общем-то, в последнее время данный инструмент у нас движется в таком вот консолидационном канале, то есть раз, два, здесь чуть-чуть не дошли, три, четыре, пять. Вот от бортов этого канала, в общем-то, можно, конечно, отрабатывать данный инструмент от лонгов и от шартов. Вот, сейчас непосредственно данный инструмент у нас подошел к отметке 37.05. Я думаю, где-то из этой зоны, возможно, еще чуть-чуть протянут повыше, но потом пойдем на ретест нижней границы среднесрочного растущего канала. Отсюда в моменте нужно будет смотреть, искать покупки по данному инструменту. Если же в моменте данный инструмент закрепляется выше отметки 37.00, то тогда, в принципе, можно будет смотреть данный инструмент от покупок в направлении 37.55. Вот так вот поставим, вот, чтобы его было видно. Так, сейчас удалю. Так. И вот так. Но это нужно единственное, дождаться закрепления выше 37.05, и тогда, конечно, от покупок. Ну, в общем и целом, как я говорю, что мне видится данный инструмент, в общем-то, с движением к нижней границе среднесрочного растущего тренда. Отсюда, конечно, нужно будет смотреть и искать покупки. Австралиец. Данный инструмент подошел к достаточно важному уровню, не уровню, а зоне поддержки. Это 75.99, 76.00, круглим. И, в общем-то, данный инструмент у нас находится глобально, если посмотреть, в долгосрочном растущем тренде. На рынке, в общем-то, по-прежнему преобладают покупатели. Вот так вот выглядит этот тренд. И в среднесрочном падающем тренде, возле нижней границы среднесрочного падающего тренда. Думаю, в моменте по данному инструменту нужно формировать, будет позиции в направлении лонгов, после того, когда соберут стопы такой шпилей, выведут данный инструмент из краткосрочного падающего тренда. И тогда, конечно, можно будет набирать позиции в район 76.57 и, возможно, даже повыше, куда-то вот сюда, в район 76.00, примерно, куда-то сюда. То есть, в общем-то, данный инструмент, на мой взгляд, смотрится от лонгов. Новозеландец. По Новозеландцу картинка другая. Отвязался, можно сказать, данный инструмент от австралийца. Австралийец отвязался от Новозеландца. Обычно они ходят, в общем-то, одинаково ровно. Но здесь я хочу сказать, что данный инструмент, Новозеландец, я думаю, что в моменте возможно какое-то движение в направлении шортовых позиций к отметке 71.71. Уже много раз про нее говорили. Уровень достаточно важный. То есть, я думаю, может быть движение в направлении шортов. Далее, здесь нужно будет посмотреть, как будет вести себя цена по данному инструменту. И откуда-то отсюда формировать позиции в направлении лонгов. Я думаю, куда-то в район отметок 72.72.10, 72.30. Все верно. Здесь я хочу сказать, что, в общем-то, наблюдается тоже перелом по данному инструменту. Перелом в дне, несмотря на то, что он находится в долгосрочном растущем тренде. Я считаю, что по данному инструменту глобальный растущий тренд сломан. И уже откуда-то от этих зон, от этих зон, от этих зон необходимо будет формировать, скажем так, среднесрочные позиции в направлении шортов. Вот этим серым цветом это выделено скопление опционных объемов со срочного рынка США. Поэтому, в общем-то, отсюда будут встречать продавцы. И уже, конечно, нужно будет смотреть, как будет вести себя цена по данному инструменту именно в этой области. В моем приоритете, ну, где-то вот так, я думаю, сходим. А дальше в приоритете открытие позиции в направлении шортов. По канадцу. По канадцу у нас по-прежнему данный инструмент находится... Извините, у меня тут сместилось. Вот так вот надо. Данный инструмент у нас глобально находится в падающем тренде. Угол движения цены направлен вниз. Среднесрочно, в общем-то, данный инструмент вывели из среднесрочного падающего тренда. И нарисовали вот такой вот краткосрочный растущий тренд. Но это локальный тренд. Данный инструмент подошел к верхней границе долгосрочного глобального растущего тренда. И сегодня мы видим, в общем-то, отбой от данной верхней границы глобального растущего тренда. Ну, давайте перейдем в 4 часа. Посмотрим, что здесь у нас поподробней. Что-то у меня тут сбилось еще. Сейчас момент. Вот так. Но движение уже идет по данному инструменту. Практически уже отработали. Вот так вот. Вот так вот примерно, я думаю, будут развиваться события в направлении краткосрочного растущего тренда. То есть, я думаю, что данный инструмент у нас подойдет к такой важной отметке, как 27.73. То есть, подойдет сюда. Чем у нас примечателен этот уровень? Совсем недавно он у нас выступал и в качестве поддержки. Видели на нем отбой, 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 ложный пробой. На высокой волатильности пробили, обратно к нему вернулись. Ложный пробой, ложный пробой, отбой, ложный пробой. Пробили на высокой волатильности, вернулись. Опять у нас в качестве сопротивления. Ложный пробой, глубокий сложный ложный пробой с обратным ретестом. Сложный ложный пробой, отбой, отбой. Ну и здесь он у нас уже выступает в качестве поддержки. Отбой, глубокий ложный пробой. И вот мы идем к нему. Я думаю протянут данный инструмент чуть-чуть пониже. Соберут стопы, вернут за уровень 27-37. И отсюда нужно будет формировать позиции в направлении лонг. К верхней границе глобального падающего тренда. То есть можно сказать, что данный инструмент пробил важный уровень 27-73. Закрепился выше него. И теперь он смотрится в моменте от лонгов. Но я еще раз повторяюсь. Думаю протянут вниз, соберут стопы, обратно вернутся. И отсюда уже конечно можно будет что-то набирать в направлении лонг. Далее франк. По франку у нас в общем-то ситуация в моменте схожая с канадцем. Вот совсем с утра недавно я рисовал, что нужно в общем-то будет движение в направлении нижней границы краткосрочного растущего тренда. И уже движение в общем-то началось. Ну давайте по порядку. В общем-то данный инструмент у нас находится в глобальном падающем тренде. Угол движения цены смотрит вниз. В среднесрочном, даже можно сказать долгосрочном падающем тренде. И угол движения цены направлен тоже вниз. Подошли к верхней границе среднесрочного падающего тренда. И в общем-то сейчас уже отбиваемся от верхней границы. Неплохо было бы дождаться еще одного ретеста в район 89.68 к верхней границе среднесрочного падающего тренда. И отсюда в общем-то можно было бы отрабатывать в направлении 89.02. То есть вот к этой зоне, которая сейчас уже является поддержкой. Данный инструмент долгое время не мог пробить. Помните, я рассказывал про нее. Много-много на ней было паттернов. И ложные пробои, отбои, сложные ложные пробои. В общем-то здесь все мы видели. И вот совсем недавно он на высокой волатильности. Цена по данному инструменту его пробила. Я думаю, пойдем на ретест данного уровня. То есть продавцы должны попробовать на прочность, скажем так, покупателей. Сколько у них в общем-то денег. Готовы ли они держать данный инструмент выше этого уровня. Соответственно, я думаю, поведут сюда в район отметки 89.02. Ну, я еще раз говорю, в приоритете для меня было бы отработать данный инструмент непосредственно, если бы он вернулся еще раз на ретест уровня 89.68. Ну, округлим 89.70. И отсюда, конечно же, вот такое достаточно приличное движение. В район 89.00 можно было бы пробовать забрать направление шартов. То есть это очень даже приличная такая доходность. Это в районе 68 пунктов. То есть, в общем-то, данный инструмент от шартов. Ена. По ене, в общем-то, картинка совсем другая. Данный инструмент вывели из глобального падающего тренда. Вот он перед вами. Сломали угол движения цены продавцов. И, в общем-то, данный инструмент, можно сказать, движется уже в среднесрочном растущем тренде и в краткосрочном растущем тренде. И угол движения цены, в общем-то, уже по данному инструменту направлен вверх. И инструмент смотрит в направлении лонгок. Хотелось бы по данному инструменту, чтобы на каком-то коррекционном движении данный инструмент в моменте скорректировался либо в район отметки 104.72, еще, конечно, лучше пониже, в район отметки 104.36, и, возможно, вот откуда-то отсюда тоже 104.56. То есть и отсюда, и отсюда, и отсюда данный инструмент интересен в направлении лонг. То есть нужно ждать коррекции по данному инструменту, а дальше, в общем-то, искать входы в направлении лонгов, ну, как минимум, к отметке 105.14. Для тех, кто, в общем-то, торгует в направлении шартов, готов торговать в направлении шартов и против тренда, в принципе, можно попробовать отбиться от текущих значений, значений в район 104.72, 104.56, 104.36. То есть это работа против тренда, я так не работаю, но если кто-то готов, то, в принципе, можно попробовать рискнуть. По рублю, по рублю, в общем-то, вы меня знаете только от лонгов. Единственное, я стою в отложенном ордере, в канале Телеграм, это все видно. Не зацепили меня, но я думаю, стоят алерты. Если будет отметка 75.56, 74.75 ровно, скажем так. То есть давайте сейчас отрисуем эти значения. То есть если по данному инструменту, в общем-то, будет коррекционное движение в рамках растущего тренда, то есть примерно 75, где-то 40, 75, 2 нуля, то есть куда-то сюда, вот к этому скоплению, вот к этим ложным пробоям, вот к этим вот движениям, вот сюда вот тоже, и вот сюда вот в зону скопления вот этого консолидационного объема, вот, то, конечно же, отсюда я буду брать прямо с рынка. Еще раз, буду брать прямо с рынка в моменте, поэтому заходите в канал Телеграм, не пропускайте. И отсюда, конечно же, я буду расторговываться только в направлении ломбов к отметке 76.41 и повыше в район сбора вот этих консолидационных движений, вот этих вот консолидационных движений. Это район 77.53, то есть куда-то туда. Евро-рубль. Данный инструмент, в общем-то, у нас находится в глобально растущем тренде, на рынке полностью преобладают, конечно же, покупатели, это видно невооруженным взглядом, то есть вот так это выглядит, но при этом данный инструмент пытаются, обращая внимание, пытаются вывести из среднесрочного падающего тренда и стоит он возле нижней границы среднесрочного падающего тренда. Глобальные границы долгосрочного растущего тренда еще не подвели цену по данному инструменту и стоит он на отметке 91.45. Ближайшие консолидационные движения очень рядом, скажем так, ближайшие накопления, то есть вот они, вот они, вот они, вот здесь вот. То есть в моменте, я думаю, могут данный инструмент двинуть в район отметки 91.10, отсюда и от нижней границы глобального растущего тренда в приоритете открытия позиций в направлении лонгов. Как минимум к отметке 92.30, 92.40. Смотрим на цену по данному инструменту. Если на высокой волатильности прошибают, скажем так, с маху пробивают данную отметку, очень тяжело сказать, обратный ретест будет или нет, то в моменте можем сразу же увидеть 93.66. То есть данный инструмент от лонгов. Золото. Ничего у меня не меняется по-прежнему. Все то же самое, что я говорю уже на протяжении, наверное, двух или трех недель. Данный инструмент от лонгов. Продавцов, я, скажем так, здесь не вижу пока. При любом ослабевании индекса доллара данный инструмент толкают в направлении лонг. В приоритете прямо сейчас тоже от лонгов. Вот, скажем так, вот так вот надо поменять. Вот такая у нас уже нижняя граница, скажем так. Вот так. Сейчас я его нанесу, этот тренд. Краткосрочный растущий тренд. И примерно от отметки 18.40, 18.30, 18.20 набор позиций, даже 18.20, я думаю, не дойдем. А вот 18.40, 18.33, то есть отсюда, отсюда в приоритете набор в направлении лонг. Единственное, дайте цене по данному инструменту подойти, отконсолидироваться, нарисовать шпильку, чтобы собрало стопы, далее отсюда в направлении лонг, ну как минимум, вот к этой консолидации, это примерно 18.50 и повыше в район 18.70. Вообще данный инструмент у нас находится глобально в растущем тренде. Угол движения цены направлен вверх, и на рынке, в общем-то, преобладают покупатели. Соответственно, ни о каких шортах я бы задумываться не стал до тех пор, пока данный инструмент не пробьет и не закрепится ниже отметки 18.33. Только после этого можно будет в дне, в дне внимания закрепиться, только после этого можно будет говорить о каком-то развороте по данному инструменту. Пока ничего не видно, и пока только от лонгов. S&P 500. По индексу доллара я вам говорил, что я, в общем-то, вижу перелом и разворот тренда, слом тенденции. Сейчас могу то же самое сказать по данному инструменту. По данному инструменту я вижу слом тенденции глобального растущего тренда. Ну, скажем так, не глобального, а долгосрочного растущего тренда, вот этого. Несмотря на то, что данный инструмент у нас находится в долгосрочном растущем тренде, по нему виден перелом. Зона скопления опционных объемов, вот она нанесена. Это примерно, как я взял, 37,76. И вот так довольно высокий уровень скопления горизонтальных тиковых объемов. Тут еще ко всему в придачу достаточно серьезное, скажем так, сопротивление 38-31. Я думаю, в моменте могут протащить данный инструмент и повыше. Куда-то, скажем так, вот так вот поставим его. Куда-то в район 38-21. Но, в общем и целом, уже надо искать данный инструмент, искать шартовые позиции и, в общем-то, расторговывать в направлении шартов. Можно сказать, барагозю против NICE, против S&P 500. Но, тем не менее, перелом тренда я вижу. И уже видите в канале Telegram некоторые акции на NASDAQ, на NICE, на AMEX. Это ETF в основном. Но я уже, в общем-то, их шарчу. Вот. И, в общем-то, такие ETF, как, допустим, TQQ. Совсем недавно я его шартил. Забрал на нем 5%. Вот. Это сводный индекс к S&P 500, который, в общем-то, с левережем идет 1 к 3. То есть движение, как правило, всегда выше и быстрее в 1 к 3 раза. Соответственно, в общем-то, перелом по данному инструменту, еще раз повторяюсь, я вижу. И, в общем-то, его надо расторговать в направлении шартов. Несмотря на то, что он находится в долгосрочном растущем тренде. Все, Игорь Николаевич, я закончил. Единственное, что я могу сказать. Если кому-то интересны сделки онлайн, то заходите, в общем-то, в канал Telegram, MyFin. Это все, что касается Форекса. Все, что касается торговли на американском рынке, можно зайти в другой канал. Он так и называется «Рынок Найс Назда Камикс». И, в принципе, присоединяйтесь. Все сделки онлайн, все абсолютно бесплатно. Все, Игорь Николаевич, если ко мне есть какие-то вопросы, я готов ответить. Да что, меня выбило, что ли? Алло. Да, алло, слышу хорошо. Спасибо, Андрей, вам за ваш обзор. Очень интересно, есть чем поторговать. Это самое главное. У меня один вопрос к вам. Февраль завершился, итоги, наверное, подвели. Как результаты января? Январь завершился. Как результаты января? Довольны сами? Показываю. О, друзья, заглянем в тайную жизнь Андрея Ивановича. А я ничего не скрываю. Ну, это инвестор. Доходность. Да, доходность. Результат торгов вот в канале MyFim. Вообще, помните, с самого начала я говорил, что это пришел ко мне инвестор, у которого были деньги под управлением. С 5 тысяч у него разбили счет до 3 тысяч, по-моему, с копейками. Ну вот, 67% – это на конец января. Результат за январь плюс 19,1%. 19,01%. Ну, замечательные результаты, прямо фантастические. Так что спасибо большое. Понимаю, что вы довольны. И желаем вам в том же духе и продолжать. Он практически, в общем-то, закрыл все свои убытки. Я вот думаю, его перетащить на чемпионат. О, давайте, давайте. Что касается американского рынка… Так, почему-то у меня сейчас момент. Друзья, какая-то другая секретная информация попала, видимо. Да нет, нет, нет. Это почему-то у меня здесь я в закреп стоял, а здесь не закрепилось. Что касается торговли на Америке, начал я торговать в онлайне. Все сделки видны, все открыто. С ноября 2020 года 45,92%. В январе плюс 10. Кстати, самая хорошая сделка была в январе – это как раз QQQ, вот этот сводный ETF, который торгуется с ревережем 1 к 3 относительно S&P 500. Я понял вас. Ясненько, Андрей, спасибо большое. Еще раз вас поздравляем с замечательными результатами. Конечно, ждем вас на чемпионате мира. И, так сказать, будем очень рады смотреть онлайн за вашей торговлей. Так что приложите, так сказать, все усилия побеседить с этим инвестором. Он, кстати, не москвич случайно, не из Москвы? Нет, он, по-моему, из Челябинска. Челябинска. Ну, неважно. Я его приглашаю уже заранее на форум Utrade TV, который будет 10 декабря этого года. Хотим с ним познакомиться. Слушай, он такой молодец и так активно торгует, и активно с вами работает. Ну, а вам сегодня успешной торговли. Ждем ваших новостей. Всегда рады за ваши успехи. Спасибо, Игорь Николаевич. Всем здоровья, удачи и профита. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...